Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем наше такое уже многосерийное расследование по постковидной экономике и решили более подробно осветить тему положения в торговых центрах. Мы уже затрагивали эту тему в предыдущих программах наших «Подоплёка» в предыдущей неделе. И вот тогда озвучили проблему, которую декларировали фактически торговые центры в своем письме к правительству с просьбой о помощи их арендаторам, выделения каких-то средств на то, чтобы они могли заплатить долги и как-то улучшить ситуацию в этой сфере. И сегодня мы попросили прокомментировать эту тему, рассказать о положении в отрасли и витупредиты. Она является представителем торгового центра «Рига Плаза» и вот этого самого объединения, которое отправило свою просьбу о помощи, крик о помощи правительству. Мы работаем в прямом эфире, телефоны в студии 672-12-93-9, 672-12-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Я думаю, что многие могут поделиться и опытом, так называемой, торговли через интернет, потому что фразы о том, как это легко, как это удобно, обернулись, ну, к сожалению, какой-то негативной стороной, в частности тем, что люди, которые, допустим, получили через интернет какие-то товары, там примерили и как бы им декларировали, что их легко вернуть, столкнулись с тем, что вернуть нелегко, им надо стоять в очереди на почте, им надо платить за возврат этих посылок. И, в общем, это оказалось ситуацией очень неоднозначной. Ивита, добрый день. Добрый день, Людмила. Я вижу, что уже есть звонки, немножечко давайте мы предоставим слово нашей гости, а потом будем работать уже со слушателями, наберитесь терпения. Итак, какова ситуация, что извинилось с момента, когда было послано это письмо правительству, почувствовали ли вы какой-то интерес к вашим проблемам, началось ли какое-то обсуждение, может быть, с Министерством экономики, предлагаемых вами мер, и какие у вас виды как бы на будущее? Да, это хороший вопрос. Наверное, то, что мы видим, что какие-то подвижки есть, и Министерство экономики, и правительство как таковое нас слушает, но, наверное, заключая из того, что было принято вчера, мы можем заключить, что они нас не слышат. Вчера приняли поправки о том, что, скорее всего, разрешат работать маленьким магазином с отдельным входом с улицы до 300 квадратных метров, и понятно, что это не является ни один магазин в торговом центре. Поэтому мы, в принципе, находимся там же, где мы и есть, где мы и были несколько недель назад. Ну, вот маленькие магазины с улицы и так далее. Мне просто интересно, кто готовит эти предложения, кто делает какой-то анализ, представляют ли вам, как заинтересованным лицам какие-то аргументы в пользу того или другого решения? Я думаю, что есть много организаций, которые сотрудничают с правительством, которые предлагают различные сценарии. И, наверное, ни один из сценариев, которые были вчера представлены, ни один из пяти, не является плохим самим по себе. Но сценарий, о котором вчера проголосовало правительство, просто не имеет ничего общего с торговыми центрами. Это, скорее всего, магазины за пределами Риги, это магазины в маленьких городках, потому что мы прекрасно знаем, что в Риге такой так называемый street retail не существует. У нас на пальцах, если ни одной, то двух рук, можно сосчитать такие магазины в Риге. Есть ассоциация торговцев, латвийских торговцев, и, скорее всего, это было их предложение, и оно было рассмотрено позитивно. То есть на первый план выходит какой-то лоббизм, да? Тот, кто ближе, как говорится, к телу людей, принимающих решения, тот и продавливает свою концепцию. Трудно сказать. Я бы, наверное, не была бы настолько однозначно. Я вчера тоже очень внимательно следила за дискуссией в правительстве. И сказать, что это был однозначно лоббизм одной конкретной организации, наверное, нет. Просто наше правительство не считает нужным или не видит полной картины, почему надо разрешить работать всем, почему надо избегать ограничений конкуренции, почему индустрия, которая платит только с арендных плат в районе 50 миллионов евро в год, не может работать. Ну, то есть не важно ли это для правительства, но это вопросы все еще риторические, на них ответов нет. Да. Грустно это все слышать. 50 миллионов евро в год. Вы имеете налог на добавленную стоимость, наверное, с арендной платы, да? Да, да. И, кстати, вот по поводу этого налога, да, есть как бы два пути начисления налога, то есть по выставленным счетам или по полученным деньгам. И каждое предприятие, наверное, выбирает какой-то свой сценарий. И если арендаторы не могут работать, соответственно, у них нет денег, чтобы заплатить, копятся долги, арендная плата, счета на эту арендную плату выставляются каждый месяц, очевидно. Вот какова сейчас ситуация с этим налоговым прессом, да? То есть кто в большей мере ощущает его? Какие стратегии выбирают торговые центры в том, чтобы не оказаться такими большими должниками перед бюджетом? Ну, я думаю, что, в принципе, все равно все замыкается на торговом центре, потому что торговый центр должен выписывать счета, потому что у него есть обязательства, у него есть договора. И НДС платится по выписке счета. Если эти деньги не получены, то они будут висеть в листах в дебиторских списках. Ну, а бюджет-то надо заплатить все равно? Да, конечно. И налог мы сможем вернуть только тогда, когда компания или заплатит нам арендную плату, или же тогда, когда она будет объявлена неплодержеспособной. Не, ну если она будет объявлена неплодержеспособной, вам же все равно никто этот налог не простит. Да, но мы сможем его тогда списать. А, ну да, это очень... Ну, это такие бухгалтерские детали, и, конечно, мы обсуждаем возможность того, можем ли мы не выписывать счета, можем ли мы не обойти эти обстоятельства, потому что у нас существует, ну, такая, как форс-мажор. Да. И это одна из больших дискуссий, можно ли не выписывать счета, чтобы хотя бы не платить налоги. Хорошо, у нас есть все-таки звонки, давайте мы послушаем радиослушатели. Добрый день. Говорите, задавайте свой вопрос или мнение. Доброе утро. Доброе. Я хотел спросить, вот вообще, как вот относятся к ситуации, которая произошла со мной вчера, да? Угу. У недельных в РД электроники. Мы купили холодильник. Так. По интернету. Да. Нам сказали, что заставка будет завтра. Угу. А сколько? С 9 до 18. Я говорю, а конкретнее? Нет, с 9 до 18. Я как дурак, до 5 часов вечера прождал. Звоню девочке, которая оператор. Она говорит, это была плановая заявка, а теперь, говорит, в течение двух суток вам доставят. А какое время? Я не знаю. Когда начинает задавать вопрос, она сразу, которая просто убила. Не мешайте мне работать, положила трубку и больше телефон не берет. Вот это нормально, как вы считаете? Чудесно. Фирма РД электроник. Да. Спасибо большое. Спасибо вам, да. Ну, я могу еще рассказать о впечатлениях людей, которые получали посылки с заказанными по интернету вещами. И когда ни одна из этих вещей не подошла, оказалось, что надо заплатить за отправку этих посылок 38 евро. Ну, то есть ты ничего не купил, но ты попал на деньги. Просто замечательно. Еще звонок у нас есть. Давайте послушаем. Добрый день, говорите. Доброе утро. А я вот про детскую одежду. У нас в Юрмале, в Каугуре детские магазины маленькие. Но вы знаете сами наверняка из своего опыта или из чужого. Покупают родители осенью на весну или весной на осень. А за это время ребенок вырос. Ему уже эта одежка не годится. Или просто ему нужна одежка сносилась. И вот где эту одежку покупать ребенку, когда эти маленькие магазинчики все закрыты. Что делать вот родителям? Я не призываю никакого несопротивления ничего. Но мне кажется, что не только торговцы, но и родители должны заняться этим делом. То ли письма писать, то ли пикеты. Я ни к чему не призываю. Я просто говорю спасибо. Да, спасибо вам. Ну вот как раз маленькие магазины, мы можем утешить, что правительство как будто бы разрешает открыть. Но дело в том, что как раз в больших городах, и в частности в Риге, последние тенденции развития торговой среды привели нас к тому, что мы привыкли приходить в одно место, где есть разные магазины, где можно там пять сразу обувных магазинов найти. Если в одном что-то не подошло, то перейти в другое и найти все-таки то, что вам необходимо. И как сказала наша сегодняшняя гостья Ивета Приедете, вот эта уличная торговля в Риге, она практически перестала существовать. Мы это видим по магазинам на улице Чака, которые практически не работают и закрыты везде. Все висят объявления, что сдаются в аренду, а больших как бы подвижек в этом нет. Были попытки спасти улицу Тербатес, мы помним, летом прошлого года, когда Рижская дума закрывала эту улицу для движения транспорта, объявляла пешеходной именно с целью того, чтобы как-то возродить эти маленькие торговые точки, привлечь туда покупателей. Вот, и эти меры, ну, когда-то, может быть, они и сработают, но в данный момент мы имеем то, что имеем. И вопрос, который, конечно же, возникает, но в связи с вот этой бухгалтерией, которую мы обсуждали только что с Иветой, когда накапливаются предприятия долги, оно, ну, или вынуждено где-то занимать деньги, чтобы по этим долгам заплатить, или объявлять себя неплатежеспособным, уходить с рынка. И вот, какова ситуация, ну, может быть, какая-то прогнозная у вас есть информация или аналитическая, за прошлый год, по балансам 2020 года, что произошло с вашими арендаторами, какова ситуация, насколько она драматическая для торговли? Ну, если мы смотрим на прошлый год, я бы сказала, что ситуации индустрии или торговые центры, владельцы торговых центров держали, скажем так, под контролем и в рукавах, потому что понятно, что для торгового центра его кровяная система – это арендаторы. Поэтому владельцы предлагали все усилия о том, чтобы жизнь продолжалась. То есть, если были арендаторы, которым нужна была помощь, мы, как торговые центры, мы шли навстречу, мы договаривались о растяжке платежей или мы договаривались об арендных скидках. И, в принципе, это происходило все с марта, и немножко была передышка летом, когда оказалось, что ситуация немножко становится лучше, но осенью вернулся ковид с большими оборотами, и правительство начало вводить намного больше ограничения. И сейчас ограничения касаются 70-80% арендаторов, которые работают в торговых центрах. И мы оставлены с ними наедине, и мы не можем только сами помочь выжить всем 80%. То есть, то, что мы пытаемся кричать, кричать о помощи, о том, что если государство своими решениями запрещает работать магазином, то и поддержка должна быть намного более объемной, нежели она сейчас есть. Прошлый год мы закончили, я думаю, общая индустрия в районе 20-30% упал оборот, и это, наверное, приблизительно те же суммы, которые владельцы торговых центров дали как скидки на аренду. И, в принципе, прошлый год мы закрыли. Что будет в этом году? В прошлом году не было таких ограничений. Ну, вот когда мы обсуждали тему торговых центров в прошлых программах, один из наших радиослушателей сказал, что торговые центры тоже не могут идти, так сказать, на безоглядные скидки и прощать арендуную плату, поскольку у них есть свои обязательства, кредитные в том числе и так далее. Вот насколько фактор кредитов давлеет над крупными игроками? Или все-таки это большие владельцы, у них там есть свой какой-то кредитный ресурс, и не может быть так, что банки просто арестуют эти торговые центры и пустят их с молотка? Я надеюсь, что до такой ситуации не дойдет. И я думаю, что каждый торговый центр очень скрупулезно смотрит свои финансовые потоки о том, чтобы не дойти до этой критической точки, которую вы обозначили, хотя потенциально она, конечно, возможна. Но, с другой стороны, надо понимать, что, в принципе, торговый центр – это большая инвестиция, это объект для инвестиций, в который вложены, например, деньги пенсионных фондов. То есть это напрямую будет, наши с вами второй, третий пенсионные уровни будут зависеть от того, как торговые центры переживут этот период и смогут ли они вообще его пережить. И, с другой стороны, это какие-то международные инвесторы, которые складывают мнение о нашей стране и о том, какую поддержку они получают. То есть если они ее не получают вообще, то они могут отказаться от дальнейших планов в инвестирование в Латвию, о сохранении бизнеса или об его расширении. То есть это очень-очень-очень многогранный. Но многогранный вопрос. И банки, и владельцы как таковые, интересы обоих должны быть соблюдены. И в том числе, конечно же, интерес арендаторов. Ну, вот в связи с этими международными событиями, некоторые высказывают предположение, что, мол, нарочно ситуация, так сказать, доводится до какого-то критического рубежа, чтобы наши магазины, наши торговые центры крупные перешли в чужие руки, чтобы ими завладели какие-то крупные акулы международные и так далее. Вот вы верите в этот сценарий или все-таки думаете, что это конспирология? Нет, ну это, наверное, конспирология, потому что редкие, ну, наверное, несколько только центров принадлежит частным владельцам и тем более с латвийским капиталом. Все-таки это более международные инвестиции. И тут более аспект важен, наверное, того, насколько каждый инвестор будет чувствовать себя комфортно именно в Латвии и насколько он будет видеть Латвию как место, куда вкладывать деньги в будущем. Или же он все-таки выберет Литву, выберет Эстонию или более стабильные страны, скажем, Северной Европы. Хорошо, мы разговариваем о торговых центрах, о ситуации в торговле, о наших возможностях, ну, приобретать необходимые для себя товары. К сожалению, получается, что мы, ну, не очень готовы к весне, к зиме, к осени и так далее. На связи с нами Ивета Пред, это представитель торгового центра «Регоплаза». Сейчас мы сделаем перерыв буквально на пару минут. Не переключайтесь и ждем ваших звонков в студии по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем программу «Подоплека». Сегодня обсуждаем ситуацию в торговых центрах и в торговле в частности. Ждем ваших звонков по телефону в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. И у нас на прямой связи по скайпу представитель торгового центра «Регоплаза» Ивета Пред. Итак, мы обсуждали то, что правительство слушает представителей отрасли, однако не совсем их слышит. Но вот то, что вы сказали о ситуации форс-мажора, которая могла бы позволить, например, и вам, как арендодателям, и вашим арендаторам каким-то образом ослабить налоговую удавку на шее, поскольку бизнеса нет, а налоги платить все равно нужно. Это ситуация форс-мажора. Однако, вот как уже мы с марта прошлого года наблюдаем, как будто бы чрезвычайная ситуация объявлена, но форс-мажором она не считается. И поэтому возникает вот такая правовая двусмысленность, которая, к сожалению, не идет в пользу людей, которые занимаются предпринимательством, а может быть истолкована как раз налоговыми службами в свою пользу. Вот как быть с этой ситуацией? Ведь она затрагивает практически всех, кто сегодня не может работать, как прежде. Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, я не юрист и не могу досконально рассказать, как надо бы правильно читать гражданский кодекс. В нем есть много разных оговорок о том, в какой момент надо соблюдать обязательства друг перед другом, и когда их можно не соблюдать. В нашей стране нету прецедентов, и очень не хотелось бы, наверное, их доводить до суда, потому что если арендодатели и арендаторы не смогут договариваться и пойдут в суд с формулировками или со своим видением именно форс-мажора, очень трудно сказать, как будет выглядеть торговый сектор, ну тогда, когда его разрешат открыть. Кто откроется, кто будет затянут в судебные разбирательства, скорее всего, на годы. И я думаю, что победителям из этого смогут выйти или какое-то благо для себя получат только юристы. Да. Ну, юристы у нас как бы в стране это такая привилегированная каста, можно так сказать, они получают. Ну, наверное, в касте и так, да, страна. Да. Хорошо. Но все-таки вот по ситуации, которую вы наблюдаете, ну, примерно какой процент или какая доля ваших клиентов не сможет открыться тогда, когда разрешат? Какая доля, может быть, уже объявила о том, что они закрываются и, ну, расторгают договоры? Есть такая информация? Ну, на сегодняшний день я бы сказала, что есть арендаторы, которые говорят о том, что они не смогут открыться, что договора аренды – это для них уже что-то неподъемное. Но пока я не могу сказать о том, что их много. Потому что, как я уже говорила ранее, для любого торгового центра арендаторы – это их кривяная система. И поэтому мы работаем с арендаторами о том, чтобы их поддерживать, ну, сейчас как минимум морально и дотянуть до того момента, когда они смогут открыться. Но мы понимаем все, что у нас есть сезональность, да, одежда, обувь. Да практически в любой сфере есть лето, есть осень, есть зима, есть весна. Все закупили товар на зиму и не смогли ее продать. Сейчас мы знаем, что многие арендаторы вывозят, продают, пытаются что-то сделать с зимними коллекциями, но они не понимают, а что им надо будет. Смогут ли они продавать весенние сапоги или им надо уже будет сразу продавать летние туфли. И куда вкладывать и откуда взять эти деньги на то, чтобы купить товар. Купить товар – это вопрос, который они задают себе, задают мне. И ответа, наверное, пока найти не может никто. Ну, вот, кстати, сегодня как раз у нас в утреннем эфире был Юргий Сабила, представитель тоже торговой сферы. И он как раз об этом говорил, о сезонных коллекциях, о том, что сегодня фактически люди, ну, предприниматели, купившие эти зимние коллекции, не смогли их продать, и у них нет оборотных средств для того, чтобы приобрести новые весенние вещи. И вот как раз этот вопрос может поставить на повестку дня и дальнейшее продолжение бизнеса. Ну, потому что если вы не можете предложить покупателям то, что им необходимо в данный момент, то, соответственно, ну, кто-то предложит это тот, у кого, может быть, больше ресурс, есть какой-то доступ к деньгам и так далее. И пополнение оборотных средств, это как бы декларируется тоже правительством, что они готовы помочь в этом. Ну, вот как это фактически происходит? Видите ли вы какое-то движение в этой сфере? Я очень хочу его видеть, и я надеюсь, что я это увижу. Свои заявки на компенсации или на субсидии оборотных средств торговцы должны были подать до прошлого понедельника. И пока я еще не получила никаких ответов о том, что их запросы были рассмотрены позитивно или негативно. То есть это прошла только одна неделя, пока ответов нет. Судя по всему, я думаю, что они, ну, наверное, по большинству в своем должны быть позитивными. Но есть несколько нюансов. Нюанс номер один – это максимальная сумма в 100 тысяч евро. И хотя, наверное, для простого слушателя радиоболтком 100 тысяч кажется очень много, то для предприятия, для фирмы, для компаний, которая ведет достаточно большую деятельность, 100 тысяч – это, в принципе, достаточно маленькие деньги. Если это сеть торговцев с одним или, ну, даже с одним магазином, с двумя магазинами в каждом торговом центре в Латвии, то 100 тысяч – это даже меньше, чем арендная плата, которую они должны заплатить за один месяц. Не говоря уже о пополнении коллекций и о других затратах, которые есть у каждого предприятия. И опять-таки есть различные ограничения на оборотные средства, максимальные суммы и общие, и в группах. И если на них смотреть объективно, то они маленькие. И чем дольше будет продолжаться чрезвычайная ситуация, и чем дольше не будет разрешено торговля, то через несколько месяцев все эти максимальные лимиты закончатся, и что тогда? Ну, то есть правительство уже сейчас должно начать рассматривать вопрос об увеличении лимитов, о поднятии того же максимума в 100 тысяч на один месяц на оборотные средства, о том, чтобы это действительно было поддержкой, и чтобы весной или летом компании, которые работают, смогли возобновить работу. Ивита, вот вы, наверное, общаетесь с коллегами в других странах, знаете какую-то немножечко ситуацию в Эстонии, в Литве. Вот насколько можно сравнить их положение и наше? Я вот слышала такую информацию, что в Эстонии разрешена работа торговых центров, однако люди не вернулись туда в том объеме, в котором они посещали их раньше, и покупательская активность остается довольно-таки низкой, ну, то есть люди как бы могут работать, они не вправе претендовать на какую-то экстренную помощь со стороны, например, правительства, однако оборота у них нет, и ситуация очень тревожная. Вот что вы об этом можете рассказать? Ну, это очень хороший вопрос. Я пыталась посмотреть, какие данные есть доступны по Эстонии, и в последнем квартале прошлого года их спад, количество клиентов упал где-то на 20-25%, а в оборот упал на 10-15%. Понятное дело, что это спад, но я думаю, что если бы вы сказали любому латвийскому торговцу, что у тебя будет спад в 10-15%, при сегодняшней ситуации он бы сказал, вау, это же так здорово. Я 85% получу, да? Да, я 85% получу, и то есть если говорится о таком спаде, то обе стороны, арендодатель, арендатор, скорее всего, найдут общий язык, то есть это сумма, которую обе стороны могут поднять. Если мы говорим в Латвии, что у нас в последнем квартале спад оборота был в районе 30-40%, то это совсем другие цифры, и это уже то, что только две стороны не могут помочь друг другу, то есть нужна помощь извне. Но ее было практически за последний квартал прошлого года, за ноябрь-декабрь, те же субсидии на оборотные средства торговцы не могли получить, потому что есть ряд критерий, это должен быть спад оборота 30% к прошлому году и 20% от среднего оборота за август и сентябрь-октябрь, но мы все прекрасно понимаем, что такое для торговли или декабрь, это лучший месяц, есть компания или индустрия, которые в декабре делают обычно 20-25% от всего годового оборота, понятно, что у них такого падения оборота к летним или к осенним месяцам не было, поэтому они не смогли получить эту поддержку государства. Ну вот фактически те критерии, которые выставляются, они пытаются как бы уравновесить ситуацию, сделать эту помощь более справедливой, или это выглядит как искусственные препоны для того, чтобы не отдать деньги, потому что мы вот тоже обсуждали эту тему в своих программах, когда анализировали такое исследование экономистов Банка Латвии, которые проанализировали ситуацию по всем трем балтийским странам и пришли к выводу, что та помощь, которую латвийское правительство оказывало, в том числе и населению, она была, ну, будем так говорить, скупой, и это негативно отразилось на состоянии экономики. Ну, то есть вот то, как себя ведет правительство, это, ну, отражение какой-то такой вот недальновидности или проявление того, что нет просто у них там консультантов, которые могли бы просчитать результат действий в какой-то перспективе. У нас, ну, мне кажется, что превалирует такое мышление репрессивное, да, то есть что вот предприниматели, они норовят все время урвать что-то для себя лишнее, и поэтому их надо ограничивать, им надо выставлять критерии, условия и, ну, всячески им показывать, что государство на страже и в любой момент готово, так сказать, применить все меры воздействия для того, чтобы обуздать аппетиты этих проклятых буржуинов. Я не смогла бы сформулировать свое мнение более точно, чем вы сейчас это сделали. Мы работаем в прямом эфире 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам, делитесь опытом покупок в интернете и своими пожеланиями, может быть, о том, как вы бы поступили, если бы торговые центры открылись. А меня интересует такой вопрос, Ирина, ну, какие сферы вот из ваших арендодателей более подвержены риску, там, у вас же есть и рестораны в торговых центрах, есть, ну, в Рига-Плаза конкретный кинотеатр, есть пункты бытового обслуживания, ну, типа химчистки, ну, продовольственный магазин, понятно, работает. А вот какие из этих отраслей более рискованные в данный момент и какие из них быстрее могут возродиться, если правительство снимет ограничения или хотя бы частично их снимет? Если смотреть на этот год или на период времени, который прошел с 21 декабря или с 19 декабря, когда были введены полные ограничения, то, конечно же, сейчас больше всего страдают те магазины, которые закрыты полностью, у которых нет интернет-магазинов или которые достаточно большие и не могут приноровиться вот к этой дистанционной продаже. То есть сейчас они получают, у них оборот ноль, полные магазины зимних товаров, они ломают голову, что с ними делать, куда их везти, где найти деньги, чтобы купить новый товар. Это одна категория. Есть категория магазинов, которые, или торговцев, которые, наверное, более маленькие, которые пытаются приноровиться, и они работают и пытаются продать что-то через интернет, через Инстаграм, через Фейсбук. Они организовывают какие-то записи о том, что ты можешь договориться и прийти забрать товар, но, да, ты ничего не можешь померить. В любом случае о том, что пришел домой и понял, что тебе это не годится, этот фактор все еще остается. Рестораны и фудкорт сейчас, конечно, работают тоже на минимальных мощностях. За январь, если мы сравниваем работу ресторанов и фудкорта к прошлому году, то они обслужили только 10% от количества клиентов, которые они обслуживали в прошлом году. И я снимаю шляпу перед рестораторами, потому что, несмотря ни на что, они работают, они готовят вкусную еду, они обслуживают клиентов здесь, давая еду с собой. Они работают через болт, через волк, через свои поставки. Они ищут любые возможности. И когда смотришь на таких предпринимателей, ты все-таки веришь, наверное, в то, что не все потеряно. Они молодцы. И есть, конечно, индустрии, которые очень зависят от общей активности. Ну, например, та же химчистка переживает, наверное, не только то, что критически уменьшилось количество клиентов или посетителей торгового центра, но, опять-таки, они еще... их оборот падает еще из-за того, что люди просто не ходят в офис. То есть химчистку вы что несите? Не пачкаются. Вы несли рубашки, костюмы. А если ты работаешь из дома в майке, то, в принципе, эту майку постираешь дома. И это другой, очень критический вопрос для всего. То есть нам надо будет работать и восстанавливать экономическую активность как таковую, чтобы все смогли работать и предлагать те услуги, которые они предлагают. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Я по поводу как раз небольших магазинов, которые в Риге существуют. Пачака, Тербатас, Крышинбарна и так далее. Вот эти магазины вообще можно было не закрывать. Там же очень легко ограничить количество посещения людей. То есть на дверях висит вывеска, что там 3-5 человек и так далее. И почему их закрыли, совершенно непонятно. Это полный дебилизм нашего правительства. Они вообще не соображают, что они делают. Понимаете, когда закрывают большой торговый центр, там большой поток людей, это одно. А маленькие магазины зачем закрывать? Ведь аптеки, смотрите, и другие аналогичные не закрывают. И там висит, что в аптеку может зайти 2-3 человека, висит на дверях. Люди контролируют. И контролировать эти маленькие магазины очень легко поставить человека, который будет следить за количеством посещений. И поэтому как бы правительство, я не знаю, надо включить мозги, наверное, что ли. Спасибо. Ой, да, спасибо. Очень хотелось бы, чтобы кто-то включал мозги. Но мы, к сожалению, сейчас уже ничего не можем сделать. То, что сделано, то сделано. И вот, как показывает наш разговор сегодня, с Иветой Прелитой, не так даже страшно то, что уже сделано, как то, что очень сложно людям вернуть их привычки, которые они уже подрастеряли за это время. Привычку ходить в магазины, даже потребность, допустим, приобрести какие-то новые вещи для себя, потому что им некуда ходить в этих вещах. Ни в кафе, ни на встрече с друзьями. В принципе, это не поощряется. Но уж тем более на работу, куда люди, собственно, и приобретают какие-то, может быть, новые вещи для того, чтобы себя чувствовать комфортно и быть, так сказать, модным, и поддерживать те привычки, которые сформировались за уже десятилетия. Сегодня мы обсуждаем тему торговли. И я хотела бы еще сказать об одной вещи. Да, вот в вашем письме, которое вы направили правительству, было указано, что в торговле работает 133 тысячи человек. Это фактически пятая часть, если не больше всего трудоспособного населения Латвии. Понятно, что эти люди могут претендовать и, возможно, получают пособие попростую. Но все-таки ситуация, в которой бизнес оказался на грани банкротства, закрытия, она является критической и для работников, для сотрудников. То есть, если предприятие будет закрыто, то работники потеряют свое рабочее место. Соответственно, государство должно будет платить им пособие по безработице. Это еще одна нагрузка на бюджет. И потом этим людям некуда будет трудоустроиться, если ситуация будет продолжать оставаться такой, какая есть. Насколько вы оценивали риски вот этой безработицы, такой массовой, и в том числе в вашем таком секторе торговых центров? Вы очень все правильно описали. И когда мы разговаривали, вели свои дискуссии, готовили письмо для правительства, мы рассчитывали все цифры о количестве занятых, о заработных платах, о том, насколько людей в простое могут уйти, насколько, какая нагрузка будет на бюджет в тот момент, когда эти люди станут безработными, и что с ними потом делать. Абсолютно вы очень-очень досконально изучили этот вопрос, и он очень соответствует тому мнению, которое мы изложили правительству. Ну, то есть эти 133 тысячи, это все люди, которые в торговой сфере работают? Сколько из них работает в торговых центрах примерно? В торговых центрах работает где-то 14 тысяч. 14 тысяч человек. Ну, то есть помимо тех 50 миллионов евро, которые торговые центры платят только с арендной платы, это НДС, да, видимо, нужно еще считать и вот уплачиваемые налоги на рабочую силу, налог на прибыль, там и другие налоги, которые еще дополнительно государство получает от торговли. Да, мы, наверное, хотели быть честными по отношению к правительству и не симулировать, не играть с цифрами, над которыми мы не имеем полного контроля. Мы можем посчитать, сложив всех наших членов ассоциации недвижимости или альянса недвижимости, мы можем сосчитать, сколько это людей, сколько занято, но не мы платим за них налоги, поэтому мы этими цифрами... До конца не владеете. Да, мы ими не оперируем, мы просто на них указываем, что это 14 тысяч человек, за которых платятся налоги, которые потенциально могут остаться безработными, но это не только эти 14 тысяч, это опять-таки те люди, которые работают в магазинах, где вход с улицы, это люди, которые работают... Плюс те, которые работают в ДЭПе, в Касанюкай, работа которых тоже очень-очень сильно ограничена на сегодняшний день. Итак, мы сегодня немножечко более подробно осветили ситуацию с торговыми центрами. У нас на связи по скайпу была представитель торгового центра «Рига Плаза» и ассоциация вот этих торговых центров и «Витапредиты». Мы пришли к выводу, что уже сейчас правительству нужно думать о том, чтобы увеличить объем поддержки на оборотные средства, думать о том, чтобы получение этой поддержки обозначалось и оформлялось более льготами, нежели препонами и какими-то препятствиями для того, чтобы все-таки поддержать именно предпринимательский дух и желание людей продолжать заниматься торговлей, обеспечением людей товарами, потому что это очень важная часть латвийской экономики. Буквально каждый пятый латвийский трудоспособный человек, работающий, занят в этой сфере, и она сформирует большую часть внутреннего волового продукта, как во всех странах с сервисной экономикой. Будем надеяться, что наше правительство не только будет слушать, но и слышать людей, которые работают на земле, работают в предпринимательстве, занимаются бизнесом. Спасибо радиослушателям за их звонки, за участие в передаче. И программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего доброго, до встречи через неделю. Вы слушаете радио Болтком.